Во вторник появятся самые свежие показатели индексов менеджера по закупкам со всего мира, так что давайте узнаем детали в экономическом календаре. Я и Моджин Комри. Утром первыми в нескольких европейских странах появятся предварительные данные по индексу PMI за сентябрь, начиная с французской публикации в 7 утра. Немецкий индекс последует полчаса спустя, а данные по всей еврозоне появятся в 8. В августе как производственный индекс, так и индекс услуг оба оказались ниже, чем ожидалось, хотя они по-прежнему указывают на незначительный рост. Две новости относительно состояния экономики Великобритании. В августе выходят в 8.30, а объем ипотечного кредитования является одной из них. Число разрешений в июле незначительно сократилось в сети сильных ограничений, что были введены в апреле и в июне. Чистое заимствование государственного сектора в июле неожиданно сократилось, так как прирост в 1,1 миллиарда фунтов был меньше, чем предполагалось. Далее в 12.30 по Гриничу в Канаде опубликуют очень важную информацию по объему розничной торговли за июль. В июне объем продаж отметил прирост в свой шестой месяц подряд, поскольку рост был зафиксирован в большинстве подотраслей. Торговый баланс в Новой Зеландии за август будет доступен в 10.45 вечера. В июле баланс стал отрицательным, так как объем экспорта снизился впервые за 10 месяцев. Австралия – индекс опережающих индикаторов от Conference Board за июль выйдет полночь. Индекс растет уже большую часть года. И последний час 35 ночи в Японии ожидается публикация предварительных данных по индексу деловой активности в производственном секторе за сеньябрь. В августе индекс вырос до 6-месячного максимума. Это были самые важные новости, запланированные на вторник, 23 сентября. Следите за выходом следующего обзора ключевых событий на среду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok